Всем привет! Здравствуйте! С вами снова Ярослава Геринг и новое видео о новых парфюмах с распаковкой. Итак, 2024 год. Ещё одно видео о новинках. Вышел новый бренд, германский, называется Mysticum. Ну и, естественно, этот бренд не мог пройти мимо меня. Вышло шесть новых ароматов. Это самые первые ароматы. И прямо в 2024 году я взяла себе целую упаковку с шестью этими ароматами. Бренд такой необычный, название мистическое. Название парфюмов тоже такое мистическое. Ну, как это могло пройти мимо меня? Итак, вот здесь шесть ароматов. Давайте с ними вместе познакомимся. Мне самой интересно. Я его пробовала, но я уже не помню. Мне нужно освежить память, потому что этот сет, он пришёл ко мне... Вот этот набор, он пришёл ко мне, ну, наверное, месяца два назад. И вот пока лежал, я его сразу попробовала, как только он пришёл, но не помню всего. Приготовила себе блоттеры и всё-таки надеюсь найти в нём, в этом бренде, в этих ароматах, что-то необычное, экстрасенсорное. Потому что я всё ещё в поиске каких-то магических, мистических ароматов, которые мне могли бы напоминать, ну, какие-то практики, может быть, даже эзотерические. Итак, давайте сразу начну первый аромат, который называется полуночная церемония. Значит, должно быть что-то действительно такое необычное, быть мистическое. Как бы мне тебя открыть? Вот, наверное, я так вот буду. Очень неудобно всё это дело открывается. Очень плотно всё это сидит. Ну-ка, дай-ка посмотрю. А, вот, вот так. Да, полуночная церемония. Я вам здесь прикреплю флаконы, такие тоже, такие чудные, необычные. Давайте-ка посмотрим, о чём здесь идёт речь. Ой, ну, ут. Тёмный, древесный, удовый. Там есть какая-то сладинка. Я думаю, что здесь есть ваниль. Но он действительно тёмный. Если представить себе полную луну, ну, я её вполне могу представить себе. Какой-то тёмный, заброшенный лес. Здесь есть смола. Чёрный чай, кстати, есть. Дым. Амбрустар. Лабданум. Он немножко бальзамический, растиркой пахнет. В общем, да, он тёмный. Он подошёл бы к каким-нибудь таким церемониям, связанным с костром. То есть там должен стоять алтарь, какой-то ритуал происходить. Но он тёмный, этот ритуал, связанный с вызовом каких-то не высших сил, а низших астральных сил. Ну, в общем, вот такая вот церемония, построенная немножко на Чернухе. Давайте посмотрим следующий. Следующий в переводе уже, потому что я не знаю, как это произнести, называется «сёдло шёлкового пути». Сёдло. То есть здесь наверняка должно быть что-то очень кожаное. Потому что, ну, сёдло, лошади, что-то средневековое, может быть, «шёлковый путь» – это Азия. Может быть, это какая-то магия какого-то ориентального, я не знаю. Нам тут сейчас всё это дело попробовать. А, это очень даже симпатично. Кожа, да, конечно. Но здесь кожа, она с какао. Она сладкая, дубовый мох, шафран, такая пачули, пачули. Очень даже неплохо, но сёдло. Я помню, что когда я его пробовала, мне потом действительно меряшились лошадки. Мистическое, не знаю, но вкусненькое, с кедром, с пачули. Ну, пока не знаю. То есть ни первый, ни второй аромат я пока себе бы не взяла. Сказать, что это прямо что-то совсем новое, что звучит как-то так необычно, не могу этого сказать. Где-то всё это уже было, что-то мы уже слушали. Да, дайте я первый ещё попробую. Вот сейчас в первом аромате очень много ладан, что ли, дерево, тоже кедр, наверное. Ладно, дальше. Слёзы мистического песка. Слёзы мистического песка. Ну, кто-то там в пустыне, наверное, рыдает. Я вижу, что у этого бренда, хоть он и германский, в общем-то, всё построено как-то вокруг таких ориентальных нот. И песок, и шёлковый путь. Ну, что здесь за слёзы? Ну, такой прозрачный аромат. Кто там плачет? По сравнению с двумя предыдущими ароматами, этот очень сейчас прям слабенький. Но я не думаю, что он слабый. Мне кажется, что вот у этого должен быть неплохой шлейф. О чём идёт речь? Здесь личи и бархатцы. Бархатцы я очень нечасто встречаю в парфюмерии. Потом бергамот, естественно, ут кожа, кожа ириса. Корень ириса. Презия. Ну, здесь кожа тоже есть. В общем, у них пока в каждом аромате есть кожа. Всё унисекс. Сейчас он начал так вот расходиться. Ваниль, гуаяк, сандал. В общем, ароматы пока вот эти вот три. Они все достаточно тяжёлые, тёмные, с удом, с кожей. Но кому нравится такой тяжеляк, в общем-то, неплохо. Ну, здесь немецкого, в общем-то, я ничего не вижу. Кстати, у нескольких из этих ароматов парфюмер Марк Бакстон. Дальше. Поцелуй императрицы. Ну-ка, сейчас посмотрим, что имеется в виду. Вот этот поцелуй императрицы как раз и делал Марк Бакстон. Я не могу сказать, что это мой самый-самый прям любимый парфюмер. У него есть иногда хорошие вещи. Ну, в общем-то, как у всех. О! Так. Это, наконец-то, что-то женское, потому что в других было всё мужское. Здесь малина, жасмин-карамель, цветок апельсина, гвоздика-пряность, роза. Роза очень хорошо, я слышу. Амбра, бабы тонко-мускус. Значит так, о чём идёт речь? Ну, если это императрица, то она, конечно, красавица должна быть. Розу я очень хорошо чувствую. Такое ощущение, что вот сидит императрица в будуаре. Вокруг неё розовые букеты стоят. Кто-то ей подарил какой-нибудь любовник. И она его за это так очень благодарит. Мне кажется, что этот аромат не совсем для девочек. То есть не для принцесс, а именно для императрицы. Бренд мистикум. Есть ли что-то мистическое? Ну, нет. Я бы отнесла это больше именно к розовым ароматам. Ароматам из роз. Ну, ладно, хорошо. Следующий – это секретный сад гейши. То есть мы опять где-то на востоке. Видите, как-то не хотят они ничего европейского нам давать. Всё куда-то восточное. Ну, не знаю, почему у них такое направление. Это уже зелёное что-то. Это весна. Это действительно может быть какой-то сад. Я была в Японии. Я очень люблю Японию. И была я там весной в основном, когда цветёт сакура. Но здесь нет сакуры, здесь трава. Я слышу очень много зелёных нот. Немножко фруктов. Альдегиды. То есть это такой сад. Вот только-только начинает всё зацветать. Ещё нет таких цветов распустившихся. А если есть цветы, то они какие-то весенние. Типа нарцисса. И всё зелёненькое, всё прекрасное. Мне уже мерещится, что где-то щебечут птички. В общем, поднимает настроение. Очень симпатичный аромат. Да, прекрасный. И он действительно зелёный, как и этот флакон. Да, симпатичный. Потом, конечно, посмотрим, как он раскроется. Ну, ветивер. Здесь даже заявлена соль. Ну, что он солёный, так я сказать особо не могу. Может быть, где-то в конце потом и раскроется. И последний аромат. Мне нужно летать. Хочу в полёт. The need to fly. Ну, посмотрим, куда тебя сейчас занесёт. Мистики я пока не вижу. Вот первый аромат. Лунная церемония. Ну, она, конечно, для ведьмаков. Ну, и всё. Сказать, что он прям эзотерический. Ну, нет. Завлекают своими названиями. А потом не соответствует. Очень красиво. И надпись такая золотым. Прямо мистику. Видите, и на флаконах тоже всё написано. Но не знаю. Я бы от европейских брендов ожидала бы чего-то европейского более. А их всё несёт куда-то по... Так, это тоже что-то зелёное. Вот ему надо летать, да? Джин, имбирь. Да, джин, можжевельник я слышу. Точно. Ну, что прям джин был? Нет, я, скорее всего, в каком-то можжевеловом лесу с коноплёй. То есть товарищу нужно летать. Накурился. Да, здесь очень хорошо слышно о конопля. То есть выпил джина, накурился. И такая, блин, мистика здесь пошла. Кожа, да. Опять кожаный аромат. Ну, он какой-то, не знаю, наркоманский какой-то. В общем, я не знаю. Мне нужно летать. Но этот полёт какой-то фантазийный, астральный. Какой-то ниши астрал, да? Накурились и глюки пошли. На хихи пробивает. Вот с этим ароматом пробивает на хихи. Я даже сижу и улыбаюсь. В общем, что сказать? Ничего не буду говорить. Всё уже сказала об этом бренде. Так хотелось что-то необычного. Действительно. Ну, дайте мне какую-нибудь мистику, если уж так и назвали. Нет, как-то не получилось. Флаконы красивые. Ну, не знаю. Что-то уже было. Конопля мне неинтересна. Ну, не знаю. Короче, ещё у меня есть два парфюма. От одного бренда. Это от бренда Gritty. Я уже рассказывала о других ароматах Gritty, которые вышли в этом году. Там, по-моему, Моника у них вышла. Вот этот аромат вышел, который называется Mango Oud. Так, Mango Oud я пробовала на выставке в Милане в марте месяце. И мне понравилось. То есть я все ароматы, три новых аромата Gritty я все пробовала в Милане. Мне эта манго понравилась. Очень хорошая. Даже если назвали Mango Oud, я всё равно здесь уда как такового не слышу. Но слышу Иланг-Иланг, кокосовое молоко, какие-то фрукты, гуава там заявлено, ут, ваниль, амбра. Очень красивый аромат. Вот кому нравится манго, Gritty наконец-то сделал что-то фруктовое, очень симпатичное. Он не похож на другие ароматы с манго, которые я знаю. Мне нравится. Вот, может быть, полноценно я бы взяла себе манго. Если у меня не пройдёт вот этот запой с манго, очень может быть. Про Монику я вам рассказала. Моника очень белосветочный, такой немножко истеричный аромат. Там личи и очень много личи. И эти личи, они кислят в этой Монике. И даёт ей какую-то истерическую такую нотку. Поэтому Моника мне не очень понравилось. Мне нравится этот манго-ут. Очень симпатичный. Но мне больше всего то, что понравилось, я взяла в полноценном флаконе. Я так ждала этот аромат, друзья мои. После того, как я с ним познакомилась на выставке, я не могла ни есть, ни спать. Ну, нет, конечно. Но я его очень ждала. В нём нет ничего экстрасенсорного, ничего мистического. Он жвачный, он туберозный. Это вкусняшка, вкусняшка. Новый аромат от Гритти, который называется Истерика. Я не помню, что было бы там в нём что-то истеричного. Но вы посмотрите, а какой флакон. Я, как его на выставке увидела, всё думаю, буду ждать. Они сначала сказали, что с сентября месяца будут запускать этот аромат. Там его представили, но в сентябре только будут в продажу запускать. Потом в сентябре прошла ещё одна выставка во Флоренции. Я, к сожалению, не смогла поехать во Флоренцию, потому что у меня были курсы. И я была далеко не смогла, к сожалению. И потом вдруг раз, наконец-то, после этих двух выставок, он появился. И как только появился, я сразу себе заказала. Стоит, да, но стоит дорого. Но я помню этот аромат. И поэтому даже мне не жалко те деньги, которые я за него заплатила. Итак, давайте раскрывать этот новый парфюмчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Его очень-очень приятно держать в руках. Здесь всё бархатное. Бархатное оформление вот это розовое. Бархатная коробка. Это бархат, а здесь нет. Здесь просто вот такой золотой картон. И вот такая бархатная коробка. Вы посмотрите. Розовое с золотым. Вообще просто пипец. Очень красиво. Очень-очень-очень красиво. Его я сразу буду наносить на кожу. Я помню, что он держался какое-то неимоверное количество времени. С утра и до вечера. Кстати, смотря на просвет, на лампу, я могу видеть, сколько там блутыхается жидкости. То есть так не видно. Он непрозрачный. А на свет видно. Это хорошо. Потому что я в последнее время очень не люблю непрозрачные флаконы. Потому что не видно, сколько жидкости осталось. Итак, дорогая истерика, давай-ка сейчас у тебя, моя любимая тубероза. О, боже мой! Это что-то невероятное. Какая же она красивая, эта тубероза. Я не знаю, почему её назвали истерика. У меня была истерика, что я её не могла нигде найти. То есть это истерика по вот этому флакону у меня была. Итак, дорогие женщины, вам это нужно, сразу говорю. Это нужно тем, кому нравятся цветочно-фруктовые сладкие ароматы. Это жвачка. Это жвачная тубероза. Это прекрасный мёд. Это сливы, белый перец. Здесь есть ликёр, ваниль, бензоин. Боже мой! Здесь вот эта медовая тубероза, которая просто невероятная. Всё, у меня с ним запой. Я ушла в запой. У меня есть ещё очень много ароматов, которые нужно раскрывать, распаковывать. Мне нужно и будет носить. Но я думаю, что я сейчас буду просто утопать вот в этом туберозном меду. Всё, я влюбилась. А вам всем пока. И с вами мы увидимся скоро-скоро-скоро, потому что парфюмов у меня ещё целая куча. И надо делать очень много видео. Я пошла в запой. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok